Всем привет! Это прямое включение команды Автопанорамы с московского автосалона. Мы на стенде Hyundai. У нас все улыбаются, у нас очень много посетителей на стендах. У нас прекрасная погода. Вот там за окнами движется, не стоит даже, МКАД. И рядом с нами Наташа Полищук, журналист Автопанорамы, который расскажет нам о премьерах Hyundai. Итак, для начала, что интересного здесь на стенде Hyundai? Вообще, московский автосалон порадовал. Москва порадовала погодой, жарой, супер. Мы летом, автомобильный праздник. Все очень активно и интересно. И мы на стенде Hyundai. Здесь классный стенд. Он интересный тем, что сразу несколько новых автомобилей мы можем увидеть. И наконец-то, наконец-то здесь Santa Fe обновленная. Для нашей страны тоже ожидания очень большие от этой машины, потому что ее не было у нас три года. И, наконец-то, она появится в Беларуси. Вы сможете сами приехать, увидеть ее, потрогать и проехать. Это все-таки флагмановская модель. Она очень важна для бренда. Здесь есть помладше, немножечко подешевле, но не менее классный, вообще яркий и красивый автомобиль. Это Hyundai Tucson. На обоих автомобилях, хочу подчеркнуть, появятся везде ступки. То есть, автомобили еще растут, разбиваются и дают еще больше клиентам, и будущим потребителям, покупателям еще больше комфорта, еще больше динамики. Ну и они, как всегда, очень хорошо выглядят. Конечно, автомобили Hyundai, они всегда бросаются в глаза. Вот такая шикарная решетка. Позвольте подробнее про то, что изменилось, потому что это все-таки не новое поколение Tucson, это рестайлинг. Что же здесь изменилось? Рестайлинг, но очень яркий рестайлинг. Смотрите, какой стала теперь решетка. Смотрите, какие рестайли. Только переднее. Ну, вы сами все видите. Очень сложно описывать, что вы сами видите. Можно заметить, что машина стала ярче. Ну и что? Говори прямо сюда. Когда ты отворачиваешься, зрители не слышат, что ты говоришь. Спасибо, дорогой Павел Семенович за комментарии. Машина стала явно еще ярче, еще краше. Она привлекает внимание. Я думаю, что этот стенд на Московском фотосалоне будет очень популярен, потому что благодаря этим моделям. Но в том числе, помимо Tucson, здесь еще представлено наше, так сказать, будущее. И, конечно, пионы в тренде. Они не могли обойти этот вопрос. Они себя позиционируют как корейскую марку номер один. И к 20-му году они хотят презентовать себя, в том числе, на европейском рынке, как самая передовая азиатская марка. Поэтому они презентуют здесь Аоник. А Аоник – это электромобиль. И он очень классный. Давайте посмотрим, подойдем. Вот у нас здесь представлены пока под простынями белыми новое Санта-Фе. Кстати, с новым Санта-Фе команда Автопанорама уже познакомилась близко на Женевском автосалоне. Найдите на нашем канале обзор нового поколения Hyundai Santa Fe. Все технические характеристики, двигательные комплектации. Мы уже все рассказали. Ну, а вот то, что интересно нам, как будущее автомобилей Hyundai – это серийный электрокар. А Аоник – электрик? Смотрите, какой он классный. У него необычная решетка. Она отличается от той решетки, которая стоит на тех автомобилях. Ведь ему не нужна радиаторная решетка, он же электрический. Но он выглядит как нормальный, не какой-то футуристический, а совершенно обыкновенный автомобиль. То есть Hyundai попытались совместить и классику, и современность в этом автомобиле. Поэтому он будет интересен, я думаю, ну, очень многим, очень многим. И у него очень классный салон. Может, мы заклянем в салон? Конечно, заглянем. Обычно ругают электрокары, по крайней мере, те европейские, не будем называть имена и марки, за то, что они слишком бюджетны. При их цене больше 27-30 тысяч евро. Все-таки салон, проработка материалов, интерьер, он выглядит очень бюджетным и недорогим. Вот перед нами классический хэтчбэк. Хэтчбэк с большим багажником, с достаточно приличным местом. Сзади. Ну, я же не говорю, что тут прям ногу за ногу, но мы потом сядем, кстати, на второй ряд. И самое важное, с прекрасной проработкой интерьера. Что у нас в интерьере? Смотрите, как классно. Во-первых, очень приятные материалы. И, как всегда, у Хэндек очень крутое сочетание материалов. Это практически никаких пальцев у вас не останется. Очень много места. Это электромобиль. Здесь многие органы управления исчезают, как вы видите. Соответственно, есть некий простор. И достаточно уютно можно разместиться. Например, я понимаю, что эта машина будущего, она выглядит, как современный автомобиль. И, пересаживаясь на нее, вы получаете все, что есть, весь комфорт и все плюшки, которые есть в сегодняшних машинах, в том числе марки Хёнде. Но при этом совсем другой подход вообще к движению, потому что электро есть электро. И я надеюсь, что за такими машинами, такого качества и такого вида именно наше электробудущее. Ну, напомним нашим зрителям белорусским, российским и всем, кто нас смотрит, что на самом деле у нас в 2019 году, Ну, обсуждать, не обсуждать, но вступит в работу первая нашего реактора линия атомной электростанции. Ну, обсуждаем и пока не знаем, какие цены на электричество будут. Но хотелось бы, очень ждем дальнейшей подвижки, потому что месяц назад вышел указ президента об отмене утильсбора для электрокаров. Это уже хороший большой плюс. Мы, в общем, поддерживаем это. Мы, в общем, ждем преференции для электромобилей с точки зрения уменьшения НДС, акцизов, таможенных сборов, те, которые есть сейчас. Ну, и вот, Наталья, сейчас на втором ряду. Я сижу на втором ряду, но за сидением, которое максимально, максимально, так, минуты назад, смотрите, я сижу, и мне вполне себе комфортно. Человек, ну, не самый большой, но не маленький. Вообще, все здорово, все классно. Если это тихий, комфортный автомобиль, который, тем более, позволит экономить деньги и беречь природу, ну, это здорово. И, в принципе, мне нравится, что не кажется, что это автомобиль недоступный или из будущего. Вот он уже сегодня и сейчас здесь. Мы тоже будем ждать появления на белорусском, в том числе, рынке таких машин. Я думаю, надеюсь, что они будут популярны. Спасибо, Наталья. Напомним, что у нас обзор самых интересных. Премьер стенда Hyundai Московского международного автосалона. Мы познакомились с Hyundai Aionic Electric. Нас ждут новое поколение Hyundai Santa Fe. Смотрите далее в лентах презентации премьеры, обзор премьеры, комплектация, цены. И мы познакомились с новым поколением, а точнее, рестайлинговой версией Hyundai Tucson. Смотрите нас на нашем канале YouTube. В ленте очень много премьер Московского автосалона. Найдите нас в соцсетях по тегам «Команда Автопанорама» и «MMAC2018» – Московский международный автосалон. Увидимся!